всем привет ребятки с вами снова как ну как обычно да как всегда алекс вулфинг с вами снова сашка и давно не было видосов поэтому новое видео сегодня мы будем вспоминать на самом деле достаточно такую прикольную игру до которая на самом деле схожа и все мы в нее конечно же обязательно играли да если говорить конкретно что это за игра вы уже по названию конечно все поняли что как дурак устраивал какую-то тут сына того что супер неожиданность до call of duty world of war final front до объясню почему я хочу рассказать именно об этой игре да то есть свое время все вы знаете что как-то мне заинтересовали точнее меня игры на 2 playstation и поэтому я все-таки решил несколько игр пройти и вот прошел я на самом деле файл фронт очень давно где-то порядком там не знаю полугода но руки дошли только сейчас записать мнение свое данный год естественно не длинным небольшим она не вот каких-то сверхъестественным просто расскажу свое впечатление и мнение о том стоит ли мне играть и почему стоит или не стоит но для начала на чем хотелось бы заострить внимание да во первых эта игра очень сильно похожа на пятую часть до которая выходила на всех современных консолях и компьютере да все таки файл фронт это эксклюзив playstation 2 поэтому здесь и графон уже не такой мощный да и геймплей вроде не такой крутой и экшоновый но все же да это игра про вторую мировую которую сейчас в последнее время не очень при хватает и как бы многие люди скучают по тем временам да когда можно было поиграть в игры по вторую мировую и покайфовать убивая немцев и вот почему все таки коснулся того что эта игра на playstation 2 это конечно же в первую очередь графика да она устарела прошло время и выглядит она уже не так шикарно да как могла бы быть или как выглядело раньше но на самом деле это не мешает играть в эту игру получать свою долю удовольствия почему потому что это call of duty знаете таких старых времен старых лекал когда именно ты не заморачиваешь и не смотришь никакие кат-сцены супер крутые ты просто бежишь и убиваешь противников ботов до немцев да как угодно так хотите и называйте то есть это чистейший шутер в его прямом ослове и видение да здесь нет ничего кого-то сверхестественного здесь нет инноваций это просто шутан который нужно пробежать и все и забыть образно говоря да почему все таки эта игра особенно да почему она не такая же как пятая часть но во первых да все знают что пятой части было две компании это компания за американцев которые воевали в японии и советского союза да здесь да есть и американцы вающие в японии причем эта компания копирует но практически полностью до часть вот именно свод отвор в один в один практически все миссии естественно масштаб и крутость немножко пониже но все же и 2 компания эта компания за бравых опять же американцев но который воюет в европе да и это достаточно на самом деле прикольно да опять же вспоминается все части мадула фонара да потому что медалька никогда не пыталась нас закинуть именно во времена советской жизни до советской жизни солдат поэтому здесь мы играем вот именно такую прям медаль куда только в соусе call of duty круто ли это принципе да мне понравилось честно вот признаюсь не знаю почему да я человек который никогда не гнался за графоном никогда не гнался за крутостью безусловно графон это круто это классно потому что всегда приятно смотреть на сочную классную картинку да но когда к сожалению этого нету но нужно выезжать не знаю на геймплей и на атмосфере и причем здесь это присутствует да конечно может быть именно атмосфера она появилась потому что ну давным-давно уже и не я не многие люди не играли давим на call of duty ли в любую там игру про вторую мировую и как-то вот воспоминания они появляются и хочется опять же окунуться в эту атмосферу но суть этого не меняет то есть игра проходится на одном дыхании прошел я не знаю вечера на раза три она конечно же да она не особо длинна она коротко но все же это не делает ее плохой понимаете просто средняя игра которая выходила для того чтобы ну понятно что она выходила чтобы срубить бабла да никто с этим не спорит на игре по другой причине не выходит да конечно игра это искусство но серия call of duty это что-то особенное это такое как бы мини искусство которая создана для того чтобы срубить бабла и вот твор файл фронт это не исключение то есть игра выходила уже на закате playstation 2 то есть на закате консолей именно playstation 2 является самой популярной консолью да вот именно такой домашней крупной поэтому людей которым могли бы купить эту игру было огромное количество наверное за счет этого активижены хотела выехать ну как мне кажется она и выехала потому что владельцев ps2 очень много и даже если половина купила эту игру это было очень круто но на самом деле не суть важно да она там ведь внимание застрять не хочется хочется поговорить именно о плюсах и минусах игры то есть как я рассказал графика здесь не супер не пупер да это не лучшая в мире картинка но все же это игра которая оставляет приятное впечатление исключительно потому что ты переживаешь вот именно ту жизнь дать тех солдат и просто опять же играешь во вторую мировую что еще здесь нужно что еще нужно нам обычным геймерам до старичкам как говорится этого дела потому что согласитесь все мы уже поскучали вот как вольфенштейн был таким свежим воздухом да среди шутеров когда ты когда-то не ну что-то необычное да когда ты наслаждаешься именно самим геймплеем наслаждаешься стрельбой здесь конечно нет всего этого да здесь нет охеренной отдачи чувство оружия здесь этого нет здесь это атмосфера которая уже давно давно пропала в игрок многие могут сказать слушай так играю в те игры там не знаю в которые ты уже играл в тоже call of duty перейди перепройди да но согласитесь играть в игру которую ты уже играл но это не всегда круто и ощущение уже далеко не те безусловно еще раз лишний раз пройти call of duty это круто но лучше уж пробежать ее в коопе на если говорить что заново пробегать и дать игру но на самом деле я просто хочу ваше мнение даже послушать да понятно что мое мнение здесь исключительно положительно но ваше мнение мне тоже хочется знать вот как вы считаете файл фон все-таки стоит того чтобы не поиграть или это высер который выходил для того чтобы тупо срубить бабла но в принципе ребятки у меня на самом деле все да поэтому видосу так вам желаю всего самого наилучшего до отдыхайте празднуйте ну и поддерживайте видосы лайками там комментариями да всем чем угодно а так вам реально всего самого наилучшего пока пока